Привет! Я в клинике Фэнтези, вот мой рабочий кабинет, посмотрите заодно. Буквально на одну секунду выйду в эфир по поводу... Поводом послужила дискуссия, которая развернулась у меня в фейсбуке, а дискуссия развернулась вокруг новых контактных линз, которые одобрены Food and Drug Administration фирмой Купервижн, которая создает периферический, миопический дефокус на перерыве сетчатки и тем самым призвано замедлять прогрессирующую близорукость. Так вот, я отпустил такой комментарий, что я считаю, что эти линзы будут сдвигать с рынка ночные контактные линзы, потому что ночные контактные линзы позиционируются как метод стабилизации прогрессирующей близорукости, безопасной, эффективной и общепринятой во всем мире. И вот здесь я хочу выставить свои пять копеек, и для этого опять же сниму видео. Ночные контактные линзы не признаны безопасным и общепризнанным хорошим методом коррекции во всем мире. Ночные контактные линзы активно продвигаются в России и в Украине, но вот такого большого массового распространения и использования они не получают в Европе, в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Канадская офтальмологическая ассоциация вообще не рекомендует использовать ночные контактные линзы у детей. Американская академия офтальмологии на своем сайте имеет статью, которая называется OrthoKeratology. Я скину ссылку внизу здесь под этим видео. И в этой статье она пишет, что ночные контактные линзы OrthoKeratology, они обладают повышенным риском возникновения бактериальных кератитов, которые могут создавать помутнение в эговице, и это может быть длительной причиной необратимого снижения зрения. И особенно кератиты возможны у детей и у подростков, намного чаще, чем у взрослых. И поэтому вот мне просто хочется отметить, что ночные контактные линзы это не самый распространенный метод коррекции аномалии рефракции у детей, и нет такого мирового тренда, что это самый передовой метод коррекции, как иногда пытаются здесь нам сказать маркетологи, как иногда нас убеждают некоторые офтальмологи. Я лично, как офтальмолог, я не считаю его удобным методом коррекции. Я считаю, что ребенку можно назначить мягкие контактные линзы, они намного комфортнее и безопаснее. Кроме того, использовать их как стабилизация прогрессирующего близорукости не всегда оправданно, потому что в большинстве случаев мы вообще можем не лечить прогрессирующую близорукость. В большинстве случаев близорукость прогрессирует в каких-то умеренных темпах. Поэтому если вам говорят, что ночные контактные линзы это чуть ли не единственный метод коррекции, пожалуйста, послушайте второе мнение. Хотя я допуская их использование и сам иногда отправляя на консультацию к тем врачам, которые подбирают ночные контактные линзы в тех случаях, когда пациент говорит, что ему прямо-то они нравятся, и он их очень хочет, и он готов соблюдать свои гигиенические правила. И на сайте Американской академии офтальмологии говорится о том, что при тщательном соблюдении, при тщательном контроле ночные контактные линзы можно использовать сколь угодно долго. И это может быть удобно, допустим, если вы пловец и плаваете без очков. Почему-то, допустим, как у доктора сказала, при плавании в ватерпола, когда в водное поло вы играете, они не носят очков, и поэтому удобнее носить ночные контактные линзы, потому что в воде уже можно плавать с открытыми глазами. Цель моего сейчас выступления – это сказать о том, что ночные контактные линзы – это не мировой тренд, это редко используемый метод коррекции. И, пожалуйста, если вам как-то говорят по-другому, гуглите, ищите ответ. Не все так просто. Спасибо.